Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там глубокая демократия. Вы же понимаете, все там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, там еще кого-то к этому пришивают. Вот она демократия. Ни конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты, о которой говорил Владимир Владимирович, там нет и быть не может в этой ситуации. Что касается войны и мира, главные вопросы, на которых тоже указал Владимир Владимирович, какое-то имеет значение. Все равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины. Эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном многое уже решено. Что не решено, они решат потом. Свидетельство тому привел президент России только что. Когда приехал, неизвестно кто, непонятно кто, приказал, перечеркнули те договоренности, которые нелегко дались и были положены на бумагу и парафированы. Ну вот и результат. Поэтому я глубоко анализировал, в общем-то, для себя эти проблемы с полномочиями Владимира Александровича. А сейчас я понял, что это все бесполезно. Что касается реальной силы в Украине. Ну, вы знаете хорошо Украину. И до специальной военной операции общества, и сейчас там больше чем этих сил. И каждый мнит себя героин. И силы, которые, в принципе, позицию мы поддерживаем, и которых не поддерживаем. Поэтому, опять же, там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских, желающих возглавить страну и повезти ее по-новому на войну и против войны достаточно. Но ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит. Очень много. По-живому видим. Мы никуда не торопимся. Россия тем более. У нас позиция единая. Мы не прячем ее. Будем работать вместе. Вот вы упомянули, что обсуждали вопросы безопасности. Учитывая нынешнюю непростую обстановку, напряженную, и внешние угрозы, и наращивание НАТОвского контингента, будут ли в ближайшее время предприняты какие-то шаги по безопасности, укреплению безопасности в союзном государстве? И как вы оцениваете учения по отработке вопросов применения нестратегического ядерного оружия? Мы постоянно, как я уже сказал, не просто обсуждаем вопросы нашей безопасности и обороны наших государств. Владимир Нарисович только что сказал о главном. У нас создана совместная группировка по защите союзного государства. Мы постоянно держим в поле зрения все то, что происходит на границах. В наших границах мы это видим и знаем, начиная от выстраивания разных заборов и нагнетания истерии учениями, которые проводятся вблизи наших границ. А это, как я уже говорил, порядка 90 тысяч иностранных войск. Правда, удивительно, что там делают американцы, немцы и так далее на наших границах. Поэтому безопасности мы уделяем первостепенное внимание. И я скажу больше даже, что многие наши встречи, вы, наверное, заметили, мы часто встречаемся. Но процентов 90, а может и больше, это вопросы безопасности и обороны. Ну, за исключением нынешней встречи, где мы много времени, даже больше, чем вопросом безопасности, уделили экономике. Потому что в основе безопасности экономика лежит в том числе. Поэтому уделяли и будем уделять внимание. Что касается учений, которые вы упомянули, ну что их тут оценивать? Я говорил, если ты автоматчик, все же это понимаем. И для чего автомат? Для того, чтобы нападать или защищаться. У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться. Как защищать? Ну, должен уметь пользоваться этим оружием. То, что это смертоносное, опасное, с автоматом не сравнишь оружие. Тренироваться надо. Я честно признался, что это наша третья тренировка с момента размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Ну, а у россиян они раньше это не афишировали. Там, наверное, десятки таких тренировок. Ничего удивительного. Мы все делаем то, что они делали до нас и делают теперь. И учат, обучают иностранных летчиков и так далее, в частности, немецких летчиков в Германии. Американцы тренируют с носителями ядерного оружия, в частности, бомб, если о самолетах говорить, и ракетах. Ничего особенного не делаем. Мы готовимся, мы тренируемся, мы должны быть готовы. Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не допустим этого. Они должны об этом знать. Но мы не нагнетаем обстановку. Нам война не нужна. Мы сегодня говорили только о мирных перспективах. Я благодарен президенту России, который собой в делегацию включил руководителя группы стратегических инициатив, который рассказал то, что трудно даже осмыслить, а это наше будущее, недалекое. Поэтому мы амиры. Но порох держимся с ним. Ничего особенного. Что касается гибели нашего доброго друга, я не единожды встречался с господином Рейси. И думаю, что президент России меня поддержит. Это нормальный, добрый человек, который с нами вел откровенный, честный диалог. И был обеспокоен развитием собственного государства и защитой интересов собственного народа. Как там, что было и прочее. Много об этом сейчас говорится. Я думаю, Иран такая страна, которая разберется, что там произошло. Но как человек, а не президент, скажу, мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочих, на которых перевозят людей. Они же ввели санкции, по-моему, и против судов в России, против нас, против моего, допустим, самолета. Ну, Владимир Владимирович, они достанут, потому что у него российский борт. А здесь они ввели эти санкции. Это что, нормально? Это же люди перемещаются. Вы же продали это судно. Неважно, 40 или 50 лет существует этот вертолет. Может, за 50 лет он три раза летал всего. И вроде бы был нормальным. Если бы его обслуживали как следует. Но они же запретили обслуживать своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе. Они все верующие. Ну, а если верующие, то пусть ждут. Он им пришлет ответку. Так себя не ведут в мире. Это вот лишний рад подтверждает то, что делает сегодня Россия и другие, которые ее поддерживают с разрушением однополярного мира. Он будет, этот многополярный мир. Эти безумцы приближают этот многополярный мир своими этими действиями. Кому это нравится? Не нравились там? Украли деньги. В данном случае у России не только. Не нравится? Схватили то. Судно какое-то арестовали. Танкер забрали. Товар забрали. Все позволено. Сильные. Но я говорю, если верующие... Я не мистик, но придет время, за это они все ответят. Ответят сполна. Они там за океаном не укроются. Поэтому они виноваты в том, что если там на вертолет ничего не воздействовало, наверное, не воздействовало, они за это ответят. Они запрещали обслуживать этот вертолет. Это точно. Продолжение следует...